Вы смотрите главные новости к этому часу. С вами Елена Вознесенская. Здравствуйте. Пять обстрелов со стороны боевиков зафиксировали в штабе антитеррористической операции. На Донецком направлении из гранатометов оккупанты били в районе Каменки. Гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие применили возле Лебединского. На Луганском рубеже из стрелкового оружия обстреляли украинские позиции вблизи счастья. Контрразведка и защита инфраструктуры от террористической угрозы – приоритеты службы безопасности Украины. Об этом сказал Петр Порошенко во время выступления по случаю 26-летия создания СБУ. Президент Украины отметил успехи украинских правоохранителей в противостоянии российской гибридной войне. В рамках противодействия вражеской пропаганде въезд на территорию Украины запретили почти 100 специфическим гражданам России. Речь идет о духовных потомках Геббельса, которые участвуют в информационной войне против Украины, представляя из себя журналистов, блогеров, экспертов. Судами вынесено 36 обвинительных приговоров владельцам и администраторам сообществ и страниц ВКонтакте, Одноклассниках и даже Фейсбуке за совершение преступлений, предусмотренных статьей «Действия, направленные на насильственные изменения или свержение конституционного строя». Сеть антиукраинских интернет-агитаторов в Днепропетровской области разоблачила Служба безопасности Украины. Правоохранители установили двое мужчин по заданию российских спецслужб, распространяли антиукраинские лозунги в соцсетях, а также занимались поиском участников для фейковых протестных акций. При обысках правоохранителей изъяли компьютерное оборудование и средства связи. Открыто уголовное производство по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». В США и около 20 европейских стран готовятся выдворить российских дипломатов, пишет здание The Times. Свои намерения подтвердили среди прочих Франция, Германия, Польша, Ирландия и другие страны. Список дипломатов, подозреваемых в шпионаже пользу России, страны опубликуют в понедельник. Так в ЕС решили поддержать Великобританию. Лондон считает, Кремль причастен к покушению на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Во Франции, Великобритании и Австралии митинги в поддержку протестов США. В Вашингтоне и Нью-Йорке сотни тысяч человек вышли на акции против свободного обращения оружия. Активисты призывают президента Дональда Трампа пересмотреть свои взгляды на проблему владения огнестрелом. Во время предвыборной кампании Трамп называл право на ношение оружия первой американской свободой и выступал за его сохранение. Его программа предполагала упрощение правил покупки оружия. Все изменилось после событий в школе города Паркленд 14 февраля. Тогда погибло 17 человек. Глава американской администрации теперь требует от республиканцев рассмотреть меры по ужесточению оружейного законодательства. Активисты планируют проводить регулярные митинги до тех пор, пока в стране не искоренят насилие с применением огнестрела. 45-летний французский жандарм, обменявший себя на заложника террориста в провинции Трэп, скончался от полученных ранений. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции. Полицейского Арно Бельтрамота признали героем. В результате теракта погибли три человека, еще 16 раненых госпитализировали. Двое из них в тяжелом состоянии. Силы безопасности отреагировали очень быстро, чтобы задержать человека, который захватил заложника в супермаркете. Я хочу выделить их профессионализм. А особенно мужество офицера полиции Арно Бельтрамота, который решился обменять себя на заложника во время инцидента и был тяжело ранен. Он спас жизни, осуществляя свой долг и защищая свою страну. Накануне в городе Каркасон выходец из Марокко Редуан Лагдим угнал автомобиль. Он застрелил водителя, после чего открыл огонь по полицейским. Приехав в соседнюю провинцию Трэп, Лагдим захватил в местном супермаркете заложников. Во время штурма здания преступника ликвидировали. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Взрыв в афганской провинции Гильмент. 15 человек погибли, 51 ранен. Об этом сообщают правоохранительные службы страны. Смертник подорвал автомобиль возле стадиона, когда люди возвращались с матча по крикету. Причины и подробности происшествия выясняются. Ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственности за взрыв. Игры непокоренных финал тестирований состоялся в Киеве в спортклубе Вооруженных сил Украины. 160 ветеранов и сотрудников силовых ведомств, раненых и получивших травмы, в частности в зоне АТО, сражались за право участвовать в играх. Призеры станут членами национальной сборной Украины, которая поедет на соревнования в австралийский Сидней. Владимир с детства занимается плаванием. В 2014-м получил повестку и, не раздумывая, отправился защищать родную землю от оккупантов. После ранения и демобилизации снова вернулся к спорту. Я служил с января 2015 по март 2016 года. Сначала это был учебный лагерь, потом боевое слаживание. И уже потом непосредственно боевые действия в зоне АТО. Хочу попасть на национальные игры. Если это произойдет, буду тренироваться еще серьезнее. С детства занимается плаванием и пограничник Виктор. Он также настроен на участие в играх непокоренных. Тренировался раньше в школьные годы, как и все парни, кто в какой спортивной секции. Серьезнее, более профессионально стал заниматься плаванием, когда появились игры непокоренных. Хотел бы стать, конечно, чемпионом, но если это не удастся, хочу войти хотя бы в тройку призеров. Помогая раненым бойцам на Донбассе, волонтер Юлия получила травму. На соревнованиях решила заявиться в двух дисциплинах – плавании и стрельбе из лука. Среди участников стрелков она – одна женщина. При эвакуации раненого я была травмирована. Ничего страшного, восстанавливаюсь. Если потренироваться в стрельбе, я уверена, я дам хороший результат. Я просто давно не занималась и не было возможности потренироваться. У меня нет лука на фронте. Вот чего нет, того нет. На тестировании участники впервые встречаются с организаторами и тренерами. С ними они выберут наиболее подходящий для себя вид спорта. Участники будут отбираться сильнейшие победители. И так как у нас много видов спорта, и в каждом виде спорта есть весовые категории, и дистанции разные. И поэтому будут участники первых трех призовых мест отбираться. И в дальнейшем, в начале уже главном отборе чемпионата Украины по Invictus Games будет определяться сильнейший и основной состав команды. Испытания в Киеве финальные. Ранее тестирования прошли во Львове и Одессе. Национальные игры непокоренных пройдут в Киеве в мае. На них определятся победители, которые в составе сборной Украины в октябре будут участвовать в международных играх в австралийском Сиднее. Александр Панченко, Вячеслав Смирнов, Юэй ТВ. Десятки белых аистов в снежном плену на северо-востоке Болгарии. Из-за морозов птицы ослабли, многие не могут летать. Как болгары отогревают аистов, расскажет Александр Кулибаба. О подобном мне рассказывал дед, но тогда зима была еще более холодной, и аисты сами пришли в село за помощью. Ахмед ехал домой с зятем и увидел возле дороги замерзших аистов. Некоторые лежали на земле, другие ходили рядом и не могли взлететь. Мы забрали ослабших птиц, решили поймать и тех, которые не летали, но они очень быстро бегали. Мужчины повезли отогревать птиц домой. Когда аистам стало лучше, и они расшевелились, перенесли их в теплый сарай к другим животным. Жители села Вакил также спасли несколько десятков аистов и не хотят их отпускать. Это наш аист, аист Вакила. Я очень рад, что есть отзывчивые люди, которые готовы помогать животным. Городские власти призвали жителей Дулова привозить замерзших птиц к мэрии. В одном из подсобных помещений для них создали пункт обогрева. Там уже 30 аистов. Мы даем им рыбу, хлеб, крупы, все, что они захотят. Подержать птиц в тепле, пока не улучшится погода, советуют экологи. Иначе аисты могут снова замерзнуть. Александр Кулибаба, ЮЭй ТВ. Украина переходит на летнее время. В ночь с 24 на 25 марта в 3 часа по киевскому времени стрелки часов переведут на 1 час вперед. Также сделают в более чем 60 странах. Впервые переход на сезонное время произошел в 1908 году в Великобритании. Украина присоединилась с 1981 года. Это и другая актуальная информация на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала uatv.ua. Вы смотрели главные новости к этому часу. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с ЮЭй ТВ. Редактор субтитров А.Семкин